Почему в магазинах литр молока предлагают в среднем за 70 рублей, а у владельцев буренок сырье закупают почти в пять раз дешевле? Этот вопрос сельчане в последние месяцы задают все чаще. Особо остро эта тема стала восприниматься после того, как закупочные цены на продукт в регионе рухнули до уровня трехлетней давности. По сути, владельцам ЛПХ становится невыгодно держать коров. Как власти реагируют на проблему и какие выходы из нее предлагают. Сегодня глава регионального минсельхоза в рамках единого информдня выехал в Чебоксарский округ и пообщался с людьми. Раннее утро деревня Чершкасы. Перекупщик на посту. Ежедневно он приезжает сюда, чтобы собрать у населения молоко. За литр продукта предлагает 15 рублей. Для сравнения, зимой ценник был на 10 рублей выше. Конечно, очередь у молоковоза выстраивается, но сегодня, по словам местных, она не такая внушительная, как было хотя бы год назад. Из почти 80-ков коров, которых пускали в стадо, в деревне к началу зимы уцелела половина. Буренок нынче, говорят люди, держать нерентабельно. Все продают, все продают. Ну и вы, да? Сколько у вас? У нас 7-8 было. Сейчас 3 только. Зимой 25 было. Нам эта цена устраивала, а сейчас нет. Нет, это совсем, вот считайте, выливать на улицу. Просто вышли, вылили молоко и зашли домой. И опять работать. Это очень-очень дешево нам. Хотя бы 20, и то бы мы. А может, нам это молоко, это государство-то и не нужно. Мы, может, поэтому так делают. Отчего рухнули закупочные цены, людям попытался объяснить глава регионального ментельхоза. Спрос на молочную продукцию, по словам Сергея Артамонова, упал. На рынке возникла затоваренность. Сырье попросту некуда девать. Соответственно, и ценность молока в рублевом эквиваленте снизилась. Рухватер профильного ведомства в разговоре с людьми сразу пояснил. Диктовать цены сборщикам и заставлять их платить владельцам буренок больше чиновники не могут. Это превышение полномочий. Но нынешняя ситуация, которая, к слову, повторяется каждую весну, заставила взглянуть на проблему шире. По мнению Сергея Артамонова, повысить стоимость литра молока на пару рублей было бы возможно, если убрать из цепочки производителей переработчик-перекупщиков. Людям всего-то необходимо наладить кооперацию и через колхозы напрямую сдавать продукт молокозаводам. Или при помощи той же самой кооперации самим стать переработчиками. Государство обеспечивает равные условия для всех муниципальных образований. Где-то развиваются, кооперативы объединяются, строится своя переработка, а где-то нет ни одного проекта. Это тоже очень важно. От местной власти, от власти муниципальных образований зависит тоже очень много. Надо находить инициативных предпринимателей, которые готовы развивать кооперацию, а все остальное мы подскажем. Сегодня, напомню, кооперативы могут получить до 40 миллионов рублей для того, чтобы построить производственные предприятия. Еще одна действенная мера, направленная на сохранение поголовья буренок в личных подсобных хозяйствах, получение живых денег от государства. Правда, такой меры поддержки могут воспользоваться только самозанятые. За каждую буренку им возместят до 7,5 тысяч рублей. Этого считают в Минсельхозе достаточно, чтобы купить около тонны фуражного зерна. К слову, в республике уже больше 50 тысяч семей зарегистрировались самозанятыми. Пятая часть из них держит крупный рогатый скот. Евгения Зиновьева, Екатерина Фомина, Виктор Степанов, Вести Чувашия.